Вот мы до сих пор что-то разобраться в ситуации не можем. И типа не то, чтобы там где-то на учениях, либо где-то там в боевых действиях. Уснул, б***ь, и не проснулся. Кремль скрывает информацию о причинах смерти своих военных. СБУ опубликовала новый перехват телефонного разговора российского военного, который служит на донецком направлении. В нем россиянка жалуется ему. Уже толпы-толпы мобилизованных домой обратно приезжают. Не такие, как надо бы домой приехать. В смысле? Ну, в цинке. У нас в Мокрсубире уже вообще до хрена. С этого диалога становится ясно, что военное командование не объясняет причин смерти родным погибших российских солдат. Вот недавно случай был. А он был там, на передке. Уснул и не проснулся. Ну, не знаю, может, чтобы статистику не портить, к***ь. Сейчас скажу, что, к***ь, все там здесь м***ь, 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 морщик. Они же там еще на декабрь собирают. К тому же, как сказал сам оккупант, некоторые умирают еще даже не попав на линию фронта. Он рассказывает о ситуации в палаточном городке для мобилизованных в Новосибирске. Вот мы в Новосибирске были там, кто по ласковь-то ночевал. Да. Там, б***ь. Один, короче, себе вены вскрыл. Второго, короче, порезали. Третий оттенки сдох. Четвертого трое в б***ь. Конечно же, такого не покажут на пропагандистском ТВ. Ну, правда все равно нужна людям. Людям нужна правда. Особенно на фоне появления информации о второй волне мобилизации в декабре. Потому что лишняя информация о потерях российской армии на фронтах Украины или даже перед фронтами Украины может негативно сказаться на, и так, мягко говоря, уже не сильно высоком моральном уровне российской армии. Это может спровоцировать дополнительный отток российских молодых людей, мужчин, которые все еще остались в Российской Федерации. У Москвы своя цель – собрать среди российских мужчин как можно больше мишеней для украинских артиллеристов. Но даже результаты первой волны мобилизации показали, что далеко не все россияне хотят умирать в чужой стране. Первая волна мобилизации – миллион человек сбежал из стран просто. Хотя когда-то Крем считался с мнением своего народа. Федеральная служба охраны президента Российской Федерации, которая ранее, в прошлые годы, в предыдущие годы, периодически заказывала проведение различных соцопросов, внутренних, для внутреннего пользования, не для опубликования, даже они отказались от проведения этих соцопросов, даже закрытых, просто потому что то, что они там увидели, те цифры, те настроения людей, они решили просто опустить голову в песок, говорить, ну, слушайте, не будем проводить. И доказательств полного краха Российской армии в Украине еще до официального признания капитуляции не сосчитать. Вот, к примеру, еще один перехват, тоже из недавних. Этот разговор опубликовало Главное управление разведки Украины. На записи хорошо слышно, что солдат просто бросили на голодную смерть. Также российский захватчик рассказывает, что боятся они не только украинской армии, но и своих же сослуживцев. А вот с этого телефонного разговора становится ясно, что с Украиной российским военным можно вернуться лишь или покойником, или искалеченным. Причем даже не важно, убьет российского оккупанта противник или же свои, его все равно не смогут ни найти, ни идентифицировать. Здесь тоже постаралось военное руководство Российской Федерации. У меня даже нету печати, где я сейчас нахожусь. Прекомендировали к какой пехоте. Вместо того, чтобы хотя бы прокормить своих солдат, кремлевская властная кодла выделяет деньги на вот такие пропагандистские ролики. Россиям всячески пытаются приобщить к войне, используя разные манипулятивные техники. Саша, он думает, как прокормить семью? Как подарить сыну велосипед? Как оплатить долги по ЖКХ? Выход есть. У Саши друг Петя. Он смог вырваться из такого же замкнутого круга и изменить свою жизнь. Как ему это удалось? Петя взял судьбу в свои руки и записался добровольцем. Но по правде про велосипед в ролике не соврали. Окупанты воруют велосипеды, чтобы убегать от ВСУ. Это реалии российской армии. Им обещают высокие зарплаты, но многие из них даже не доезжают до фронта. Саша обрадовался. Теперь у него зарплата, о которой он раньше и не мечтал. Россия не платит своим военным обещанные деньги за участие в войне против Украины. Британская разведка. Российские власти красиво врут, надеясь собрать очередную парочку батальонов-смертников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова